друзья сегодня у нас обработка фотошопе и если использовать чудо монтажа можно заглянуть в будущее и увидеть что мы получим с фотографией которая сейчас на экране по моему неплохо и нам для такой обработки понадобится всего лишь несколько минут а исходник ты можешь забрать по ссылке под видео и присоединиться к обработке вместе со мной и поехали что ли а вот что если ты впервые на моем канале переходи по ссылке под видео на мой инстаграм или найди меня по имени нижнее подчеркивание корсар и после подписки на мой инстаграм тебя ждет подарок из набора моих авторских 20 пресетов итак друзья перед нами вот такая замечательная фотография она прошла уже через базовые настройки и легкую цветокоррекцию но здесь чего-то не хватает не хватает насыщенности не хватает цвета не хватает локального контраста но ничего страшного мы сейчас этот свет будем с получать так первое что мы делаем это делаем дубликат нашей фотографии перетягиваем вот сюда слой отпускаем появляется копия нашего изображения далее мы идем в изображение режим лап нам предлагаются свести слои мы отказываемся нажимаем кнопочку не выполнять итак наша фотография теперь в режиме лап переходим в корректирующие слои выбираем кривые и теперь кривые у нас стали немного другие здесь всего лишь два канала а и б переходим в первый канал а зажимаем верхнюю точку в кривой и двигаем ее влево пока вот в этом прямоугольнике не появится значение 65 если не получается вы можете вбить вручную то же самое делаем с нижней точкой черного двигаем влево пока не появится значение в минус 65 отлично теперь переходим в канал b и делаем то же самое точку белого двигаем на значение 65 точку черного двигаем на значение минус 65 теперь друзья нажимаем сочетание клавиш alt control shift и все полученные изменения мы получаем на новый слой и теперь давайте вернемся в режим rgb идем в изображение режим как вы видите сейчас стоит режим лап выбираем режим rgb у нас выскакивает предупреждение что в случае перехода в режим rgb у нас исчезнет удалиться корректирующий слой но все изменения мы с него уже забрали поэтому нам это не страшно кликаем ok итак друзья вот такое изображение мы получили давайте посмотрим какое оно было до канала лап и какое оно стало после работы кривых в режиме лап разница значительная теперь мы раскачали цвета которые нужно немножко доработать как мы будем дорабатывать цвета мы переходим в корректирующие слои выбираем выборочная коррекция цвета открываем самый первый цвет красный и смотрим что происходит когда мы двигаем ползунки влево или вправо для того чтобы вернуться в исходное положение нужно кликнуть два раза на название цвета вот таким вот образом и как вы обратили внимание когда мы двигаем ползунок голубой влево у нас фотография окрашивается в красивые коричневые такие оранжевые оттенки отлично ну давайте выберем где-то значение примерно минус 25 давайте теперь посмотрим что будет если мы будем двигать пурпурный и так вот здесь получается такой грязноватый желто зеленый цвет это когда мы двигаем влево а если мы двигаем вправо то у нас опять-таки появляются красивые коричневые оттенки замечательно я оставлю на значение плюс 20 давайте посмотрим что будет если мы будем двигать желтый цвет если мы двигаем влево то у нас появляются розовые оттенки нам такие оттенки совершенно не нужны если вправо то ну в общем тоже не айс давайте мы не будем трогать желтый цвет посмотрим что будет если подвигаем черный и черный цвет соответственно когда у нас уходит из цвета дата этот цвет становится светлее а если добавляется то цвет становится темнее можно сделать цвет потемнее если вы вспомните как похожий инструмент работает в lightroom в чисел да то там совершенно другое действие здесь инструмент работает иначе здесь алгоритмы задействованы совершенно другие и здесь получается наиболее интересный эффект ну и такие же эксперименты мы проводим с каждым цветом который у нас присутствует на изображении давайте перейдем желтый посмотрим что будет если мы будем убирать из желтого голубой или добавлять вот в данном случае у нас проявляется немного зелень когда я двигаю голубой вправо а если двигаю влево то у меня опять усиливается оранжевый но зеленый при этом исчезает нет я хочу чтобы все-таки в некоторых местах у меня вот эта травка сохранилась поэтому я в желтом цвете ползунок голубой уберу немного вправо не сильно назначение плюс 20 теперь давайте посмотрим что будет если будем двигать ползунок пурпурный как вы видите у нас фотография окрашивается в такой зеленый цвет да у нас вот эта зеленая полянка она усиливается я хочу найти какой-то интересный такой промежуточный баланс чтобы у меня и зелень сохранилась и чтобы моя фотография не ушла в такую неприятную желтизну пожалуй вот прям совсем чуть-чуть наверное назначение минус 3 будет достаточно теперь непосредственно сам желтый цвет желтый в желтом до тавтология какая-то в общем я бы не стал его трогать и черный черный я немножко убавлю на значение минус 6 так идем дальше переходим в зеленые зеленого я так понимаю у нас тут нет они много есть на воде вот здесь сюда а получается что за полянку у нас отвечает только желтый цвет ну давайте посмотрим что мы будем с этим делать я думаю что нам нужно левый участок немного выровнять справа и так давайте посмотрим что мы будем делать тогда пожалуй я пурпурные уведу в правую сторону назначение плюс 45 и желтый немного подвину примерно на где-то на минус 14 так и черный черный смотрите нельзя делать сильно вправо до уводить его делать темным потому что появляются вот такие артефакты виде пикселей поэтому наоборот давайте немножко смягчим уведем влево убавим черный назначение минус 19 двигаемся дальше голубые оттенки голубые оттенки у нас находится вот здесь в этом месте немножко вот здесь вот давайте посмотрим я немножко уберу непосредственно сам голубой на минус 19 попу не также дает артефакты давайте мы вообще его трогать не будем желтый желтый собственно говоря дает голубому цвету либо теплые оттенки либо холодные давайте сделаем слегка потеплее чтобы у нас вот эта часть была не такая холодная так и теперь черный цвет давайте сделаем чуть-чуть посветлее полегче этот участок беру его примерно вот так вот где-то на минус 10 переходим в синий давайте голубой в синим цвете уберем немного влево так на минус 16 пурпурный пурпурный я тоже уберу немного влево я хочу вообще выровнять у меня после канала лап появились такие фиолетовые оттенки в небе я хочу чтобы были плавные равномерные переходы вот фиолетового к синему желтый уберу немного влево черный тоже прям чуть-чуть на минус 8 и так другие других цветов у нас нет поэтому здесь мы больше ничего делать не будем давайте оставим все как есть так и что теперь мы делаем дальше режим лап отработал замечательно но фотография стала слишком такой яркой слишком насыщенной давайте мы немножко поборемся с этим свечением что мы для этого с вами сделаем давайте нажмем сочетание клавиш alt control shift и у нас появляется новый слой суда скопированы все предыдущие изменения которые были сделаны на предыдущих нижних слоях и теперь мы здесь же смотрите чтобы вас раскладочка была на английском языке бывает что горячие клавиши не работают если раскладка на русском по крайней мере у меня так и кликаем сочетание клавиш control у или ю как правильно и теперь обратите внимание у нас здесь есть три ползунка если у вас стоит галочка на тонирование обязательно снимите посмотрите еще раз у вас должны быть вот именно такие настройки то есть здесь все здесь по умолчанию и давайте теперь мы будем уменьшать яркость ну пожалуй где-то на минус 30 я уберу яркость кликаю ok теперь давайте мы добавим маску на наш слой для этого кликнем вот сюда на значок маски выбираем мягкую кисть мягкая круглая смотрим чтобы жесткость стояла ноль процентов далее непрозрачность выставляем 50 можно вручную нажимаем enter и нажим выставляем 50 нажимаем enter далее смотрим чтобы у нас вот здесь стоял черный цвет квадратными скобками увеличиваем кисточку примерно вот на размер вот этого острова и давайте мы слегка уменьшая кисть приближаясь краям осветлим основной объект нашего изображения сделаем покрупнее кисточку поменьше при этом нажимаем control 0 изображение у нас размещается на весь экран я так работать не люблю я сделаю прям чуть-чуть поменьше control минус так мне изображение видно больше но может быть из-за того что монитор еще достаточно большой так друзья теперь давайте мы с вами добавим новый корректирующий слой кривые потянем за центральную точку кривой канала rgb сделаем изображение чуть-чуть поярче можете обратить внимание на вход и выход можете поставить вручную если хотите получить прямо аналогичное значение как у меня 124 и 142 далее смотрим чтобы у нас был активный черный цвет нажимаем сочетание клавиш alt delete у нас маска кривой закрашивается в черный цвет это значит мы инвертировали тот эффект который мы сделали благодаря тому что приподняли кривую и теперь мы поработаем с локальным контрастом в некоторых участках изображения сделаем отдельные объекты отдельные участки немного посветлее и так друзья кисточка у нас по-прежнему осталось мягкая с предыдущего слоя мы ничего не трогали давайте цвет изменим на белый вот теперь основной цвет у нас белый непрозрачность и нажатия сделаем сто процентов control плюс я увеличиваю изображение и буду осветлять некоторые участки но в данном случае хочу сделать посветлее вот эти ступени и здесь у меня и так яркий также я поработаю со средними участками сделаю их немного посветлее эти места давайте вот этот утес или как он правильно называется но тоже поработаем сам средними участками сделаем их посветлее самые темные участки старайтесь не затрагивать ну и конечно же мы немного пройдемся по воде а конкретно вот поэтому белому прибою будешь это уже осветлю средние тона и немного поработаем вот с этими камушками на берегу сделаем тоже их слегка посветлее вот здесь немножко прибой тоже добавим сюда яркости control 0 control минус когда работаешь с кистью кажется что вроде бы ничего такого и не происходит по давайте мы просто на все кликнем отсюда на глазик и посмотрим и так вот так без кисточки а вот так с кисточкой без кисточки с кисточкой но смысл вы поняли и таким же образом можно аккуратненько поработать с какими-то другими объектами например осветлить немножко вот здесь вот эту арочку отдельные кирпичи и когда вы работаете таким образом вы чувствуете себя настоящим художником не хватает еще графического планшета чтобы более точечно работать над отдельными участками control 0 control минус так ну что ж уже довольно таки неплохо давайте мы теперь соберем все изображение на новый слой alt control shift я добавим немного резкости переходим фильтр усиление резкости умная резкость выставляем здесь вот такие вот значения эффект 135 радиус полтора если не успеваете за мной остановите на паузу и посмотрите все вот эти вот настройки кликаем окей и так друзья фильтр умная резкость применился давайте сделаем еще один слой alt control shift и ну и пожалуй все давайте друзья посмотрим какая фотография была до обработки photoshop и что мы с ней сделали вот такой вот чудесный и волшебный режим лап кстати если вы более подробнее хотите ознакомиться с режимом лап я вам оставлю ссылочку под видео еще на один очень интересный урок посвященный этому режима на сегодня это все если видео было полезно не забудь поставить лайк подпишись если хочешь получать уведомления о новых и полезных видео уроках и да если ты еще не забрал наборы из моих 20 пресетов переходи в инсту и после подписки забирай набор и повышай свой уровень обработки а в телеграм канале который ты также можешь найти по ссылке под видео у тебя ждет общение с единомышленниками и расширенные версии бесплатных программ по обработке книги по фотографии и много полезного и интересного творческих высот вам друзья всем пока и до новых встреч в следующем выпуске